Жители Кряжа обратились к главе города с просьбой привести в порядок поселок. Люди рассказывают, несмотря на то, что в прошлом году городские власти провели освещение и отсыпали дорогу, проблемные вопросы еще остаются. Спортивные и детские площадки обветшали, территория зарастает сорняками и все еще не хватает асфальтированных тротуаров. Все идем на остановку, то есть мы жители в магазин светлячок, за ладостью даже. Все, которые едут на работу через Аврору, все дети идем погружать. Вот здесь нам будет очень-очень нужно. Представитель департамента городского хозяйства и экологии рассказал, дорогу отсыпят крошкой в качестве временной меры, так как торги провести в этом году уже не успеют. Чтобы сейчас люди не мучились, чтобы была хоть какая-то возможность пройти без грязи, конечно, надо крошкой отсыпать. Но в любом случае рабочая группа приедет к вам от департамента, от Горсвета и от администрации района, чтобы на следующий год уже какие-то планы наверстать. Благоустроить дворы поселка можно, приняв участие в программах «Комфортная городская среда» или «Содействие». Для этого людям нужно проявить активность и вместе разработать проект. С теми же вопросами к мэру пришли и жители Советского района. Они жалуются на некачественную работу управляющей компанией и просят убрать автостоянку под окнами их домов. 12,6 квадратных метров находится вот эта автостоянка. Вы понимаете, и две детских площадки между 44-м домом и между 46-м по улице Аэродромной, и между 46-м и 48-м, две детских площадки. Буквально 3-4 метра. И это автостоянка. То есть нарушены все санитарные нормы. На тот момент, когда это была еще стоянка, машины, жители ваших домов там стояли? Да нет, там почти нет. Если вдруг сейчас у нас департамент управления имуществом расторгает договор с этим участком, с этим предпринимателем, жители ваших домов не придут к вам и не будут вас обвинять в том, что... Нет, нет. Все, тогда департамент управления имуществом расторгаем договора на данный земельный участок. С просьбой построить в Крутых Ключах еще одну школу обратились к главе города жители микрорайона. Людям рассказали, для строительства необходим земельный участок. Возможные варианты есть, но землю придется сначала выкупать. Общая площадь всех участков порядка 4,5 гектара. Нам, в принципе, достаточно там два участка, чтобы разместить. От самого крайнего дома Крутых Ключей там 400 метров до этой территории получается. Но там конфигурация полноценного участка такая, что на нее можно разместить спокойно. Школу, 1900 мест. Никто не забывает о ситуации, которая у нас сложилась. Сейчас при Минобре создана рабочая группа, которая разрабатывает маршрутную карту по все-таки задействованию школы, которая находится на Солжском районе, и подвоза детей на автобусах через переезд. Они считают количество автобусов, они считают, как это возможно сделать, потому что та школа практически пустая. И в любом случае, в 2020 году мы, вероятнее всего, к этому придем. Ситуацию с нехваткой школьных мест городские власти обсудят с родителями, как только будут сформированы все предложения по решению этого вопроса. Лариса Шалафаст, Василий Калдашов. События.